Складывалось впечатление, что в первом периоде команды присматривались друг к другу, анализировали тактику и просчитывали ходы. Поэтому ярких моментов было не так много, но счет все равно был открыт. Иван Крештопа забил первый мяч. Нам надо еще прибавить, для того, чтобы была более красивая игра, комбинационная. Сейчас комбинации есть, но маловато. Я думаю, сейчас мы прибавим, будем еще лучше играть. Будем стараться забивать, радовать болельщиков. Во втором периоде ожидания были оправданы сполна. Команда показала техничную игру, а Иван Крештопа закатил в ворота соперника еще два мяча, тем самым сделав хит-трик. Прозвучал свисток об окончании второго периода, и команды ушли на перерыв. Половина игры позади. Соперникам из Коврова необходимо было разобрать ошибки и срочно менять тактику. Конечно, «Металлург» – это основа сборной России. С ними очень тяжело всегда играть. Но пока два периода, свои ошибки получились. То, что выполняем, пока выполняем хорошо. Ошибки получились, провалы, и поэтому пропустили. Стараемся, мальчишки молодые, стараемся показать что-то игру, учиться. В третьем периоде Ковровцам все же удалось открыть счет. Мяч забил Илья Еремин. Игрок показывает хорошие результаты и подает большие надежды. Да и в целом команда нацелена вернуть былые лидирующие позиции. Команда, в общем-то, серьезная, тем не менее. Она сейчас снова восстанавливается. Я думаю, она найдет в себе силы и вернется все-таки в лидеры-в лидеры нашего мотобола. Я думаю, что Ковров еще последнее слово не сказал. Четвертый период был самым ярким и запоминающимся. Страсти кипели, каждая из команд старалась показать свои возможности. Но Металлург стремительно вырывался вперед. Еще три мяча залетели в ворота соперника. Отличились Антон Гусев, Никита Семин и Никита Марков, соответственно. Итог матча 6-1. Мы очень счастливы, вообще очень крутая игра. Я каждый раз стояла, орала. Гол! Да! Просто бомба! 6-1. Металлург впереди. Ей! В целом матч оставил в памяти болельщиков и спортсменов много интересных и красивых моментов. Следующая игра состоится 15 июля. Время начала игры перенесено на 15.00 в связи с трансляцией финала Чемпионата мира по футболу. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Видное ТВ.